Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Самое главное, с чего начинается наша жизнь, да, христианская, это мы поверили в Иисуса Христа. Каждое время, когда Бог зовет тебя, ты просто должен сказать, да, Господь, я пойду за тобой. Понимаешь, если мы трусливо убегаем от битвы, у нас есть вызовы в жизни, у нас есть трудности в жизни, у нас это есть, но если мы будем убегать, кто пойдет и победит твоего Голиафа? Бог говорит, что нет безвыходных ситуаций, потому что Он есть выход. Он сказал, я есть путь. Аминь. Путь – это выход. Мы говорили, нет, пели сейчас, нет имени сильнее, чем Иисус. Само имя-то Иисуса, и это и говорится, спасение. Это и есть выход. Почему, например, если ты призовешь имя Господне, ты спасешься, у тебя будет выход, у тебя будет путь, у тебя будет возможность, обязательно просто правильно используй Слово Божье, правильно его применяй, правильно его исповедуй, делай, и ты увидишь что? Результат. И поэтому Бог ведет нас порой в разные обстоятельства, в какие-то другие вещи. Почему? Потому что порой, попадая в затруднительные ситуации, мы вдруг начинаем по-настоящему молиться, мы вдруг начинаем по-настоящему взывать к Богу, мы вдруг начинаем пробуждаться, ну что, иногда от всего хорошего мы засыпаем, да, все нормально, все хорошо, но в тесноте моей я возвал Господу. Да еще как возвал? Как возвал, как раньше не взывал никогда. Аминь? Поэтому мы должны быть настроены на то, что у Бога есть выход, Бога есть ответ, и у тебя все получится с Богом. Аминь? Скажи хороший Аминь. Аминь. Чтобы мы стали другими людьми, какими? Созданными по образу и подобию Божьему. Аминь. И мы часто ждем, что кто-то за нас это должен сделать, тот должен за нас, а это должен за нас. Но Бог говорит, никто вам ничего не должен, вы должны двигаться первыми. Аминь? Первыми двигаться. Знаете, например, в отношениях мы часто ждем, что какой-то человек, потому что он виноват, он должен первый ко мне подойти, он должен, и мы целый список делаем, что он должен сделать. Ты знаешь, Бог говорит, это не моя природа. Если бы Бог поставил нам кучу условий и сидел на небе, мы так бы сейчас все и жили в грехе. Мы так бы все и погибали, и пропадали сейчас. Но Он сделал нам шаг навстречу. Правда? Он спустился с небес, Он принял облик человека, Он это все сделал и показал нам пример. И в Библии написано, что сильный делает все произвольно. Аминь? И мы говорим, да, твое имя сильнее всего. Бог сильнее всего. Но понимаете, именно сильный человек идет навстречу первым. Именно сильный человек может простить. Именно сильный человек может любить. Именно сильный человек может служить. Почему Иисус взял и помыл им ноги, вот эти грязные ноги, которые ходили там по навозу, не знаю, почему там они ходили, потому что Иисус показал, это Его сила. Я могу это сделать. Я могу послужить. Я могу простить своих обидчиков. Даже на кресте, когда меня предали, когда меня продали за 30 серебряников, когда со мной поступили несправедливо, я могу их простить, я могу это сделать. Знаешь, Иисус никогда не говорил, я не могу, знаете, у меня не получится, я вообще-то с неба пришел, как бы ваши проблемы, это ваши проблемы, это не мои проблемы. Но он взял наши проблемы, он понес наши немощи, наши беззакония, и ранами его мы исцелились. Почему? Потому что он первый сделал шаг к нам навстречу. Скажи, слава Богу, слава Богу, чтобы и мы делали шаг навстречу Богу, шаг навстречу проблеме, чтобы мы не убегали, не прятались от своих битв и сражений. И я просто вспоминаю наши времена, давние времена, когда у нас была мечта служить Богу, знаете, мы не просто сидели и ждали, что как бы само все с собой будет, нет. Когда Бог дает тебе даже мечту, чтобы ее сделать, надо тоже много сделать, нужно пойти на риск. Я много раз рассказывал, нам нужно было пойти на невероятный риск, чтобы оставить все, что у нас было, да, и поехать учиться. Но когда ты идешь на этот риск, но это не просто, знаете, риск сам по себе, это слово, которое дает тебе Бог. И когда ты выходишь из своей зоны комфорта, или я говорю, это зона смерти на самом деле, а не зона комфорта. И если бы мы не вышли из своей зоны комфорта, хотя сейчас сравним, что у нас была за зона комфорта, это общага, где мы жили, но это тоже была зона комфорта. Даже тюрьма может быть зоной комфорта. Но когда Бог тебе говорит, я пришел тебя освободить, я пришел отпустить пленников из тюрем и измученных на свободу, чтобы даже выйти на свободу, это надо перешагнуть себя, это надо перешагнуть эту зону комфорта, потому что для каких-то людей и тюрьма становится зоной комфорта. И когда ты научишься перешагивать и побеждать своих великанов, вот тогда ты будешь успешным. Вот тогда ты будешь победителем. Аминь. Вот тогда ты состоишься в этой жизни, и Бог скажет, молодец, верный и добрый раб. Аминь. Войди в радость Господина Своего. Поэтому как нам смотреть на будущее, друзья? Нам нужно смотреть на будущее с надеждой. Знаете, Писание говорит, что семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И я размышлял над этим местом Писания, а что такое праведник упадет? Знаете, мы часто трактуем это местописание, что это грех. Что вот он будет грех в семь раз впадать, я с него как с гуся вода. Но вы знаете, если бы не было второй части, я бы так и верил, что в праведник может в грех впадать. А через запятую написано, а нечестивые впадут в погибель. Так куда же падает праведник? И меня посетило совершенно другое откровение. Я верю, что праведник падает. Он не падает в грех, как мы можем себе представлять. Он падает, потому что он учится идти. Он падает, потому что он стремится к Богу. Я рассказывал пример, как я учился ездить на велосипеде, где-то 5-6 раз я падал. Не знаю, может быть и 7 даже. Но я думаю, что падение – это не падение в грех. Это когда ты шел, это когда ты двигался, когда ты карабкался на дерево какой-то цели, ты мог сорваться и мог упасть. Но это не то, что ты специально врюхался в это, понимаешь? Когда ты садишься на велик, думаешь, мне бы сейчас упасть бы, как следует. Типа, вот я тогда научусь. Нет. Это как бы неосознанное падение, правда? Ты не планировал. Но ты будешь падать, потому что ты еще не умеешь ездить. На коньках ли, на велосипеде, да? Ты будешь падать. И когда мы все родились, мы не смогли сразу побежать. Мы ходили и мы падали. И я верю, что это совершенно другое понимание – это твое духовное развитие. Что если у тебя чего-то не получается, Бог говорит, продолжай дальше. Если что-то не случилось, продолжай дальше верить. Продолжай дальше надеяться, да? Не останавливайся, не зацикливайся. О, знаете, так больно, я упал, там коленку разбил, голову разбил, да? Больше не сяду на этот велосипед, фу на него. Потому что иногда верующие ведут себя именно таким образом, когда что-то не так получилось, как они хотели, они, о, все, я уже не буду служить, о, я не буду то, я не буду… Нет, Бог говорит, даже если ты семь раз упадешь с велосипеда, праведник, садись на него и едь дальше. Продолжай двигаться. Аминь. Продолжай верить, продолжай надеяться, продолжай идти за Богом. Скажи аминь на это. Поэтому я вам совершенно другую трактовку сейчас говорю. Вот праведник семь раз упадет. А, ничего, еще только два раза в грех впал, у него еще там четыре попытки. А кто-то наоборот говорит, да, еще ничего там, как бы я там упал-то всего-то, всего-то ничего. Но если бы не было запятой, а нечестивые, понимаешь, куда падают нечестивые? В погибель, в грех, правда? А праведник падает, потому что он движется. Да, бывает, набивает себе шишки, да, сбивает себе коленки. Но почему? Потому что он движется. Он хочет расти, да, он хочет развиваться. Скажи, слава Богу. Так же, как и ребенок учится ходить, так и праведник должен, что, идти. Как написано, побегут и не устанут, да, пойдут и не утомятся. Слава Богу. Следующий момент, о котором я хотел сказать, это то, каким ты себя видишь и каким видит тебя Бог. Это очень-очень важная вещь. Знаете, я знаю, что многие люди, они страдают комплексом неполноценности. И вот они постоянно себя винят, и постоянно вот они в осуждениях, и постоянно то. И вы знаете, это не дает тебе жить в свободе, правильно? Потому что дьявол, он превращается в дятела. И он долбит тебя, и долбит, у него долби-сюраунд называется. То есть постоянно вокруг твоей головы. И он прилетает так, тюк-тюк, 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 тюк-тюк. И вот такой забитый, задолбленный, получается, христианин. И, знаете, Бог действительно, Он пришел, чтобы освободить нас, да, от всякого чувства неполноценности, неуверенности, да, страхов. Потому что если человек, он всегда чувствует, что он недостоин, что он такой, он сякой. Потому что всегда есть две крайности, да. Есть крайность, когда у человека слишком высокая самооценка, завышенная или заниженная. Но Бог ведет нас к чему? К балансу. Аминь? К балансу. И как тебе надеяться на хорошего, сильного Бога, на хорошее, радостное будущее, если постоянно дьявол тебя долбит? Что ты такой, ты сякой, ты вот этакий, ты вот этакий, понимаешь? Какая у тебя надежда? У тебя никакой надежды нет. Что этот дятел постоянно пробивает тебе мозг, выносит, да? И что тебе надо думать? Что тебе надо говорить? Тебе надо говорить, что я новое творение во Христе, старое, все прошло. Я говорю, как робот сейчас. Ну нет, говорите это уверенно опять же, да. Теперь все новое. Когда дьявол начинает тебя долбить этими вещами, ты должен сказать, это было в прошлом. А теперь я новый человек. Теперь я новое творение, да. Вы представьте себе, почему Бог многим людям в Библии менял имена. Потому что со старыми именами у них была старая идентификация. Например, Саввл стал кем? Павлом. И когда он назвал себя Павлом, многие, когда его видели, говорили, ну не, 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 это же Саввл. Это же убийца. Это же гонитель церкви, да. Помните, когда он даже пришел в Иерусалим, только Варнава мог убедить апостолов, что он, это нормальный человек уже. Это новое творение во Христе. Это уже, забудьте Саввла, это Павел. Аминь. Это Павел. И поэтому часто вот это старое, которое есть в человеке, оно постоянно говорит, да кто ты такой? Да у тебя ничего не получится. Что ты себе придумал, да? И если бы Саввл так о себе думал, разве стал бы он Павлом? Разве смог он исполнить волю Божью, то есть он постоянно смотрел назад. У него просто бы голова там осталась сзади. Но он говорит, забывая заднее, простираемся куда? Вперед, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Аминь. Он видел эту цель. У него была надежда, у него была радость, что то, что Бог приготовил, это самое лучшее в его жизни. Да, он был Саввлом, он натворил очень много плохого. Понимаете? Нам не написано, сколько он там убил верующих, сколько он в тюрьму их посадил. Не написано сколько, да? Но я думаю, что ему были люди такие добрые, напоминали такие. Так кто он такой? Да кто ты такой, да? Да что ты творил там? Да нет, я проповедник, у меня есть удостоверение там все. Да нет, да ты, мы помним тебя. Да вот посмотри, в газетах написано, что ты делал там. Друзья, мы должны знать, кто мы сейчас есть. Слава Богу. Аминь. Потому что вот это старое, это старое, куда дьявол тебе постоянно показывает, ты должен сказать, старое, все прошло. И теперь все новое. В этом и есть, друзья, сила прощения. Потому что, знаете, иногда и супруги друг другу вроде бы простили, когда помирились. А когда поссорились, опять начинают припоминать. А вот ты помнишь? Нет, ты помнишь. Нет, ты помнишь. И они там друг друга забивают камнями вот этих старых вещей, которые уже вроде бы они простили, да, и вроде бы они прошли. Но зачем тогда вы эти камни носите с собой? Зачем тогда вы эти... Я тебе еще припомню. Мы что тогда делаем? Мы прощаем правильно. Мы забываем старое, прошлое, чтобы двигаться куда? Вперед. Аминь. Вперед. Вот знаете, в Библии написано, Павел уже сам писал, что и просветил очень сердце вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Видите? В чем же состоит надежда-то? В призвании. Слава Богу. Да? Но если бы он смотрел на себя, на старого, как ему, может быть, многие люди напоминали, кто он такой есть, он бы никогда не состоялся и не стал этим апостолом. Так что Писание говорит нам, просветите свои сердца, просветите свои духовные глаза. Для чего? Для того, чтобы увидеть себя новыми глазами. Аминь. Поэтому надо что? Освободиться от себя старого. Освободись от себя старого. Все старое что? Оно прошло. А теперь что? Все новое. Поэтому проповедуй себе Евангелие, каким тебя видит Бог, какие планы у Бога для тебя, почему Бог в тебя верит, а ты до сих пор не веришь в себя. Почему Бог надеется на тебя, а ты порой на себя не надеешься. Потому что старое оно не дает тебе. Старое мешает тебе. Поэтому старое нужно что? Выбросить. Выбросить. Потому что новое, это правда Божья написано, что правда Божья должна открыться. И во-первых, она должна открыться даже правда о самом себе. Потому что если ты даже не поверишь, кто ты во Христе Иисусе, то и другие в это не поверят. Если бы Савл не поверил, что он Павел, он так бы оставался Савлом. Аминь. Если бы Авраам не поверил, что он Авраам, он бы так и был Авраамом. Если бы Сара не поверила, что она Сарра, она так бы оставалась. Видите, Бог поэтому менял имена, чтобы люди могли получить новую идентификацию, новое. То, что Бог говорит, вот ты был таким, а теперь я вижу тебя таким. Вот тебе так, все тебе думали, так все тебе говорили. А я говорю о тебе по-другому. А я говорю о тебе по-новому. Видите, в этом и есть надежда. В этом и есть то, что должно хорошее произойти с тобой. Потому что Бог о тебе плохо не думает. Бог о тебе плохо не говорит. Бог говорит совершенно по-другому. Но мы сами для себя плохо говорим, плохо думаем. Ну и еще люди нам помогают тоже в этом. Или нет. Давайте помогать людям по-другому. Говорить то, что Бог говорит о них. Поэтому начни с себя, как говорится. И тогда ты можешь помочь и другому человеку. И опять же, возвращаясь к старому. Знаете, старое, оно всегда делает наше мышление, мы говорим, мышление жертвы или мышление неудачника. Потому что, да, может быть, в прошлом ты много накосячил, много наковырял, много чего у тебя не получалось. Но Бог говорит, что старое все прошло. Ты понимаешь, многие люди настолько зацикливаются на старом, что они не могут вместить в себя новое, что Бог приготовил. Знаете, то, что нам не нужно, мы вот сходили в туалет, мы нажали, и все ушло. Никто не хранит свое старое, не собирает там, вдруг в хозяйстве пригодится еще, да? Нет, мы раз и все, нам это не нужно. Но почему-то многие плохие вещи, которые действительно воняют в нас, смердят в нас, мы их не выбрасываем из своей жизни. Мы их копим в своей жизни. И представляете, посреди чего, какого окружения тогда ты будешь жить? Нет, Бог говорит, что-то прошло плохое, смыл, все этого нету. Аминь. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Бог не хочет, чтобы ты носил и позволял всяким паразитам размножаться в этой нечистоте. Почему филиппийцам написано «Помышляйте о том, что чисто, что полезно, что похвалы достойно». Зачем эти нечистоты держать в голове? Смой это все. Смой, освободись. Прочисти свои мозги, как говорится, да? Наполни их чистым содержанием, чистым словесным молоком. Наполни их Словом Божьим. И думай об этом. И размышляй об этом. И говори об этом. Потому что Бог говорит, я вижу тебя другим человеком. Да? Как он говорил Гедеону. Нет, ты не слабый. Ты не трусливый. Ты не такой. Я вижу тебя другим. Ты человек сильный. Ты человек победы. Ты человек будущего. Ты освободишь свою страну. Вот что Бог ему говорил. Да? И пока он не выбросил своей своей нечистоты, он никак не мог согласиться. Он никак не мог поверить. Поэтому просто очищай. Очищай от всего ненужного. Да? И наполняй чем? Словом Божьим. Поэтому апостол Павел, когда он уже говорил, я Павел, я не Саввел, да? Он говорит, так должен мыслить. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Аминь. Так должен мыслить. Поэтому не говорите больше, я не могу, мне не получится, я не умный, я глупый, я слабый и так далее, и так далее, что часто мы себе говорим. Поэтому говори, что у тебя получится. Почему у тебя получится? Потому что это Иисус Христос в тебе дает, тебе силу. Аминь. И поэтому у тебя получится. Слава Богу, смотри на Него, смотри на Его наследство. Знаете, вот интересная идея мне тоже пришла про наследство. Вот кто бы хотел, чтобы Ему дали большое наследство? А? Все хотят. Все хотят иметь наследство, да? Вдруг оказалось, что у тебя там тили-тили троллевали, тебе приготовили огромное наследство. И вот представь просто на секунду, что ты стал обладателем этого наследства. Вот как ты теперь смотришь на себя? Вот как ты смотришь на себя? Что ты какой-то прежний замухрышка, чебурашка. Как ты на себя тогда смотришь? Говоришь, да нет, нет, вы не знаете просто, да? Даже, может быть, никто не знает, а ты ходишь такой, сияешь, что случилось? Что произошло с этим человеком? Он уже когда смотрит, говорит по-другому, а потом кто-то сказал, у него наследство, оказывается, есть. Да вы что? А кто ему оставил наследство? А от какой наследства? Да, а ты знаете там какой? Вот это да, теперь я понимаю, что он такой ходит. Слово Божье говорит, что Бог сделал нас наследниками во кресте Иисусе. И мы просто не думаем, что у нас есть наследство, друзья. Мы так и продолжаем, что мы бедные, несчастные, жалкие, и нас никто не любит. Да нет же, нет же, все по-другому. Ты богатый наследник. Ты сын и дочь всемогущего царя. Помните, как старший сын говорит, да ты мне там того не дал, чего не дал, этого не дал. Говорит, да все мое твое, Боже мой. Ходишь, тупишь. Мы наследники. Слава Богу. Поэтому, когда ты понимаешь, кого ты уверовал, как апостол говорит, я знаю, в кого я уверовал. Вы еще не знаете. А я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, какое у меня есть наследие, я знаю, какой у меня Бог, я знаю, что я знаю. А что на кресте было, понимаете, это самое главное, что было на кресте. Поэтому, если мы забываем, что было на кресте, Бог говорит, вот у вас есть хлебоприловление, хотя в этот момент вспоминайте, что было на кресте. А что на кресте было, из минуса, Бог сделал плюс. Из минуса, из греха, из поражения. Он пришел с неба, Он взял на себя все это и получился. Плюс. Что такое крест? Почему Бог выбрал именно крест? Почему как-то не круг? Почему? А потому что это плюс. Ты был в минусе. Ты был неудачник. Ты был больной. Ты был в поражении. Но когда ты принял Иисуса Христа, из минуса ты стал плюсом. Аминь. Поэтому то, что у тебя не было Бога, теперь у тебя есть. Теперь ты наследник. Теперь ты мой сын. Теперь ты здоров. Теперь ты умный. Теперь ты мудрый. Теперь ты богатый. Почему? Потому что это наследие детей Божьих. Через крест Иисуса Христа. И поэтому крест дает мне надежду. Если я смотрю на этот мир через крест, он совершенно по-другому выглядит. Если я смотрю простыми глазами человеческими, все плохо, все в минусе, все в убытке, все не так. Но когда я смотрю через крест, всегда есть возможность, всегда есть выход. Скажи на это Слава Богу! Слава Богу! И поэтому, знаете, вот когда, говорит Бог, все поменяется, когда мы по-другому будем смотреть на Бога и на себя. Те люди, которых Бог вывел из рабства, и Он уже их привел к обитованной земле. Вот они даже сходили, принесли. Вот они доказательства. Вот он виноград, вот вам шашлык, вот что вам там. Вот все. А что они стали говорить? О, да ничего не получится. Да, я был в церкви. Да, я молился. Да, Бог там исцелил. У меня, короче, там был какой-то переворот в желудке. А сейчас у меня все нормально там и так далее. Но вы знаете, все равно это не то, все равно это не так. И начинают петь вот эти песни. А почему? Потому что, как те люди, так часто им и говорят, мы были саранча в наших глазах. Мы были тараканы, а они великаны. И поэтому ничего не получится, друзья. Ничего не получится, пока мы не заменим старое на новое. Мы так и будем этими тараканами, саранчой и так далее, и так далее, жаловаться и плакать. Потому что по-новому мы не смотрим на Бога. По-новому мы не смотрим на мир. Поэтому столько негатива, пессимизма, потому что нет креста. Креста на вас нет. Но через крест это плюс в нашей жизни. По-современному сказать, это позитивное мышление, как сейчас часто люди говорят. Позитив, потому что это плюс. Был минус, был негатив, была смерть, грехи, болезни. Но крест Иисуса Христа принес свободу, исцеление, освобождение, благословение. Вот как Слово Божие говорит, вот как Бог говорит, и вот так же точно и ты должен говорить. Сколько раз тебе говори? Да хотя бы говори раз в десять в день. Это что-то тихо стало. Хотя бы раз в десять. Раз в десять. Можешь в день себе говорить? С чувством, с толком, с расстановкой. Можешь в зеркало даже встать, посмотреть на себя. Вот когда ты подходишь в зеркало, как говоришь, вот это ты прыщавая морда. Или это ты опять, видеть я не хочу. Тьфу на тебя. Это мы так к себе часто относимся. Как вот ты подойди к зеркалу и скажи, что тебе зеркало скажет? Что ты ему скажешь, что он тебе и ответит. Правда? Потому что ты прекрасней всех на свете. И так далее, и так далее. Во Христе Иисусе. Аминь. Все во Христе Иисусе другое. Друзья, без Христа написано, мы были кто? Без надежды, без Бога, без спасения, без сиропа. А со Христом все поменялось. Поэтому, когда ты даже смотришь на себя, как ты на себя смотришь, кого ты там видишь, а кого там видит Бог, того и ты должен увидеть. Аминь. Пока ты не увидишь этого, ты будешь всегда недовольным, ты будешь всегда сморщенным, ты будешь всегда говорить, я не могу, у меня ничего не получится, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, у нас время подошло, давайте мы встанем, и мы скажем, что я все могу. Включи свет, как говорится, да? Включи свет. Два царства. Мы знаем, что есть два царства. Царство тьмы, царство света, царство жизни, царство смерти, еще чего есть? Царство проклятия, царство благословения. Аминь. Ты в каком царстве? В каком ты царстве, друг мой? Почему ты часто говоришь все наоборот? Что нет в жизни света, или нет в жизни счастья, и нет в жизни того, нет, все есть. Ты наследник, принц, принцесса. Слава Богу! Для чего Иисус Христос это все сделал, да? Для чего Он сокрушил дьявола? Для чего Он пришел с небес? Для того, чтобы наша жизнь стала другой. Вы знаете, вот Евангелие, оно действительно нужно всем. Почему оно нужно всем? Потому что все люди хотят, чтобы их жизнь была лучше. Правда? Я не видел людей, которые говорят, да, нет, я не хочу, чтобы моя жизнь была лучше. Все хотят, чтобы жизнь их изменилась. К чему? К лучшему. Правда? А к лучшему это значит быть в плюсе. В плюсе, не в минусе. Когда ты подсчитываешь убытки, поражения, неудачи, разочарования. И поэтому Иисус Христос пришел, чтобы разрушить этот минус. Он сказал, я пришел разрушить дела дьявола. Чтобы его дети, они жили совершенно по-другому. Поэтому Он и пригласил нас стать членами его семьи. Выбрать его как Господа и Спасителя. Поэтому сегодня и сейчас мы будем молиться. И те, кто смотрит нас в прямом эфире, друзья, это для всех. Царство Божие, оно доступно для всех. Для всех, кто поверит. Для всех, кто призовет, написано имя Господне. Все могут спастись. Потому что Евангелие это благая весть. Это добрая весть. Это радостная весть о том, что в Твоей жизни может все измениться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что две тысячи лет назад на кресте Ты забрал мои грехи, мои проблемы, мои болезни, мои немощи. И Ты сказал, совершилось. И сегодня я прошу Тебя, дорогой Господь, прости мои грехи, мою неверие, мои сомнения, мои страхи. Прости. Прости меня, Господь, что я не верил в Тебя, я не доверял Тебе, я не знал, какой Ты, какой Ты хороший, какой Ты любящий, какой Ты заботливый, и для чего Ты вообще приходил на эту землю, я не знал. Но сегодня я услышал эту благую весть, эту радостную весть. И сегодня я говорю, прости, Господь, что я не верил в Тебя, и я не знал Тебя. Но сегодня я открываю свое сердце, и сегодня я прошу Тебя, Господь, войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь и стань моим Господом. И стань моим Спасителем. Стань моим Небесным Отцом. Стань моим лучшим другом. Во имя Иисуса Христа. И все, кто верит, скажите Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok